всем привет вы на канале industrial tool и сегодня у нас диагностика гайковерта dtv 1001 вот таком состоянии принесли гайковерт он не включается я его так немножко провернул и один раз он все-таки издал признаки жизни вот но больше он не включался давайте разбирать для начала открутим четыре болта которые удерживают корпус редуктора корпусом электрики вот эти черные биты длинные это я заказывал у макиты специально биты для сервиса у них как бы в журнале сервисном в журнале инструментов для ремонта есть артикулы теперь откручиваем половинки корпуса и откручиваем крепление аккумулятора здесь на подвесе сделано для того чтобы была уменьшена вибрация на аккумулятор при работе многие думают что это поломан корпус но это не так это сделано специально там резиновые проставки поэтому аккумулятор шевелится вместе с этим корпусом внутри все грязное открутили последние винты и теперь можно разделить две половинки корпуса внутри где вращаются крыльчатка тоже очень много грязи периодически конечно если вы работаете в таких тяжелых условиях инструмент необходимый прочищать продувать хотя бы я думаю на поломку грязь не повлияло никак здесь его просто скорее всего перегрузили вот так выглядит контроллер и ротор со статором подшипник сухой я думаю поработал он нормально этот клейковерт вот двигатель статор полностью сгоревший обмотки не просто расплавились для того чтобы довести статор до такого состояния это нужно просто не знаю упереться в какую гайку которую не откручиваются и очень долгое время держать его включенным на роторе тоже видно на зубьях есть небольшой износик который говорит о том что инструмент нормально поработал не новый так сказать вот видите износ но он еще рабочий и он еще походит но просто констатирую факт того что износлик присутствует так все вращается зацепление имеется давайте откроем редуктор внутри смазка вся почерневшая тоже говорит о том что инструмент перегревался очень сильно шестерня внутри вон там на стопорном кольце стоит достаем ударник так называемый молот здесь он видите какой здоровенный тяжелый поэтому гайковерт мощный ну и внутри шпиндель шпиндель кстати просто так почему-то не захотел вытаскиваться он должен просто вытащиться и как видите он выпал из корпуса вместе вместе со втулкой хотя эта втулка должна быть запрессована в сам корпус тоже говорит о том что гайковерт отработал большое количество времени в принципе эту втулку можно вставить обратно керном раскирнить по кругу отверстия и запрессовать эту втулку какое-то время она еще походит но лучше конечно же корпус поменять если вы хотите сэкономить то можно и как я сказал сделать в принципе на этом видео можно заканчивать потому что ремонта гайковерта данного не будет так как нет запчастей нет ни корпуса нет ни статора вот такие дела кому понравилось видео подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока спасибо за просмотр!